Мотостронг Контакты в описании Немало наших зрителей утверждает, что раньше было лучше Давайте проверим это утверждение на примере Toyota RAV4 второго поколения Вы на канале Автостронг И сейчас мы посмотрим, жив ли этот кроссовер в 2022 году Японские автокомпании, в том числе и Toyota, предложили заменители хэчбэков То есть кроссоверы Такие SUV, как RAV4, это не что иное, как универсал с увеличенным клиренсом и полным приводом Правда, не во всех версиях Кстати, у Toyota RAV4 второго поколения есть еще и трехдверная версия Хм, сегодня ее бы назвали внедорожным купе Сегодня RAV4 не часто встречаются на дорогах и в продаже Удивительно, но владельцы этих автомобилей не часто, опять же, встречаются с поломками и какими-то ремонтами И не стараются быстро сбыть этот автомобиль А успешно его эксплуатируют Почему так происходит, сейчас будем разбираться Забегая вперед, отметим, что Toyota RAV4 Это классический японский автомобиль Разработанный в 90-х и выпускающийся в 2000-х Простой, функциональный и надежный Если владельцы не забивают на его обслуживание То Toyota RAV4 второго поколения прекрасно себя чувствует в 2022 году И это при том, что кроссовер этот не такой уж молодой Этот кроссовер выпускался с 2000-го года по 2005-й То есть самому молодому 17 лет Проблемы с кузовом самые дорогие, с чем можно столкнуться Если владелец не позаботился об антикоррозийной обработке хотя бы на рубеже 2010-го года То днище, пороги и подрамники будут выглядеть печально Еще на сегодняшний день часто встречаются случаи, когда топливный бак ржавеет насквозь Причем он ржавеет сверху А оценить его состояние можно через лючок для доступа к бензонасосу Крузовные панели, на удивление, долго не ржавеют Однако коррозия проявляется на колесных арках и из-под накладок молдингов Помните, как поклонники RAV4 в 2000-х годах радовались вот этим вот молдингом? Так вот, никакая это не защита При повреждении этих пластиковых молдингов их все равно надо красить А вот отверстия под крепление этих молдингов в кузовном металле протирают краску Добавьте сюда влагу и реагенты и получаются идеальные условия для появления коррозии Кстати, частая внедорожная эксплуатация оставляет на кузове этих автомобилей характерные следы Потертости, вмятины, причем вмятины как на днище, так и на кузове Это все Вот эти все места активно начинают ржаветь, особенно в местах сварных швов Осмотр кузова на предмет коррозии нужно еще продолжать и в салоне А именно, надо обратить внимание на напольную обшивку Дело в том, что вода попадает на ковролин и металл под ковролином превращается в решето Вода льется через уплотнение жгутов, которые проходят через моторный щит Также на автомобилях с люком, не как в нашем случае, водопадом может порадовать дренаж этого самого люка А также есть случаи, когда трескается клей лобового стекла, и тогда вода капает с потолка Также стоит заглянуть под капот и обратить внимание на состояние стаканов и опор передних амортизаторов Дело в том, что коррозия на них – это лишь вершина айсберга Коррозия пробирается изнутри, когда внутренняя поверхность стаканов и арок уже превратилась в труху Задняя дверь у Toyota RAV4 этого поколения распашная, она нередко дребезжит при езде Потому что петли устают, и эти самые петли нередко ржавеют, намекая на то, что их надо поменять В целом почти убитый кузов ржавчиной Toyota RAV4 – это самая главная проблема этого кроссовера Со всем остальным можно справиться Салон Toyota RAV4 – это царство жесткого пластика и функциональности Здесь проблемы чисто возрастные – это протирание пластика и краски на пластика в местах контакта с конечностями Перед покупкой автомобиля стоит проверить работоспособность всех электронных систем То есть от стеклоподъемников до управления печки Блок кнопок стеклоподъемников на водительской двери может просто вываливаться Из-за поломки его креплений И также в салоне отопление может быть недостаточно интенсивным из-за засорения радиатора Электрические компоненты дверей могут перестать работать из-за обрыва вот этого жгута Также дверные петли имеют свойство изнашиваться И тогда дверь перекашивается как в открытом, так и в закрытом положении И даже может греметь при езде Аккумулятор на Toyota RAV4 По-японски небольшой Имеет компактный корпус Обратную полярность И емкость таких аккумуляторов обычно варьируется от 55 до 70 Ач И, между прочим, именно старый необслуживаемый аккумулятор Является причиной того, что этот очень надежный кроссовер не запускается при наступлении первых холодов Отметим, что АКБ у этого автомобиля установлен таким образом, что автоугонщики могут добраться до него и перерезать минусовой провод, чтобы отключить противоугонную систему Зима близко, и это не только одна из ключевых фраз известного сериала Но и предупреждение автомобилистам, что пора проверить свой аккумулятор Проверили? Аккумулятор исчерпал свой ресурс? Так замените свой отработанный АКБ на Кайнар Аккумуляторы Кайнар имеют высокую устойчивость к возникновению коррозии Низкую скорость саморазряда Высокий пусковой ток Повышенную устойчивость к вибрациям Кайнар обеспечит стабильную работу практически при любых температурах Кайнар, спрашивайте в автомагазинах вашего города Ну что, а теперь про двигатели Базовый двигатель для Toyota RAV4 второго поколения Это мотор объемом 1,8, то есть рядная четверка Этот двигатель очень похож на старшие моторы У него в приводе ГРМ роликовая цепь, один фазовращатель и нету гидрокомпенсаторов Ничего крамольного про этот мотор сказать нельзя Но мы можем уточнить, что со временем можно столкнуться с масложором Вообще, этот мотор изначально склонен к потреблению смазки И связано это с неудачной конструкцией поршневых колен Так вот, инженеры компании Toyota только в 2005 году улучшили поршни и их кольца А старые моторы многие были модернизированы именно заменой улучшенных поршней То есть старых поршней на улучшенные А услышать шелест цепи ГРМ первые владельцы уже смогли при пробеге в 150 тысяч километров В общем, цепь ГРМ у двигателя 1,8 не вечная Чаще Toyota RAV4 встречается с другими бензиновыми четверками объемом 2,0, как в нашем случае и 2,4 Это практически идентичные двигатели агрегаты серии AZ Очень ресурсные, без труда пройдут 500 тысяч километров Но за этот полумиллионный пробег могут беспокоить незначительные утечки масла Например, по датчику давления масла А также раз в 100 тысяч километров придется почистить дроссельную заслонку У этих моторов цепь в приводе ГРМ запросто прослужит 300 тысяч километров А при ее замене надо проверить и по возможности отрегулировать тепловые зазоры Ну, если это потребуется За тепловые зазоры регулируется долго и дорого подбором толкателей Если не экономить на масле, то долго прослужит единственный фазовращатель Также надо следить за частотой радиаторов Надо менять раз в 3-4 года антифриз и устанавливать качественную помпу Потому что проблемы с охлаждением этого двигателя могут привести к деформации ГБЦ В целом же эти моторы на протяжении сотен тысяч километров Нуждаются только в замене масла и замене свечей зажигания Напомним, что на заре своей молодости двигатели серии AZ часто поднимали ГБЦ Из-за недостаточной длины резьбы в блоке под крепежные болты ГБЦ Резьбу просто вырвало, что происходило на фоне перегрева мотора И этот конструктивный недостаток был решен по ходу эксплуатации автомобилей Toyota В том числе и RAV4 Редко встречаются турбодизельные Toyota RAV4 У них под капотом двигатель собственной разработки С зубчатым ремнем в приводе ГРМ и топливной системой Common Rail от компании Denso Это надежные двигатели Но вот ремонтопригодность и стоимость запчастей напрягает и отпугивает ценой У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого двигателя Обязательно посмотрите Трансмиссии у Toyota RAV4 хорошие По механике вообще никаких проблем А четырехступенчатый автомат U140 С ним вообще не стоит ждать проблем даже при пробеге в 300 тысяч километров Только вовремя обслуживайте, меняйте масло и не забывайте про фильтр Фильтр становится доступным при снятии поддона В целом же крутящий момент этих двигателей, то есть двигатели этого кроссовера Да и его масса не способны сократить ресурс этой надежной АКПП Да, у нее были проблемы в самом начале по части электронного блока Но эти проблемы очень легко решались пропайкой слабых соединений Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле У нас хорошие новости Теперь в Автостронге вы можете купить не только очень качественные БУ запчасти Но и абсолютно новые Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры Заходите на наш сайт Будем рады вам помочь Те, кто еще не подписался на наш ТикТок Обязательно подпишитесь Там очень много юмора, технической информации и всего интересного Ну что, мы на СТО и продолжаем Тормозные суппорты Toyota RAV4 склонны подклиниванию из-за закисания направляющих Это приводит к неравномерному износу тормозных колодок А также к неравномерным тормозным усилиям Эти все проблемы решаются в специализированных мастерских по реставрации суппортов Следует обратить внимание на тормозные трубки и шланги Им грозит коррозия и рассыхание У полноприводных версий Toyota RAV4 этот самый полный привод не имеет никаких муфт Полный привод постоянный на основе свободного межосевого дифференциала Никаких проблем тут нет У этого кроссовера моторчики слабы Им не хватает сил что-нибудь свернуть В этой трансмиссии Но с возрастом либо с большим пробегом может загудеть подвесной подшипник карданного вала Со временем могут появиться подтекания масла по сальникам раздаточной коробки Все сальники доступны отдельно А вот чтобы снять раздатку придется скидывать передний подрамник Шрусы как передние так и задние выходят из строя Из-за повреждения пыльников и последующего попадания грязи и влаги Лучше этого не допускать, потому что оригинальные шрусы оцениваются в 400 долларов А заменители в 4-5 раз дешевле Оригинальные ступичные подшипники выхаживают 170-200 тысяч километров Говорят, что их срок службы заметно сокращается Из-за езды по бездорожью и боковые удары они переносят с трудом Передние ступичные подшипники обойдутся оригинальные в 55 долларов В подвеске Toyota RAV4 никаких чудес нет Шаровые опоры продаются и меняются отдельно Цена 55 долларов Сайленблоки передних рычагов отдельно не продаются Весь рычаг оригинальный в сборе стоит 240 долларов А сайленблоки не оригинальные стоят совсем мизерных денег А оригинальные тяги переднего стабилизатора можно купить за 24 доллара В задней подвеске по два поперечных рычага на каждое колесо Плюс один продольный на каждое колесо Подвеска настолько долговечная, что к моменту, когда ее надо освежить Все болты намертво закрывают В продольном рычаге по оригиналу доступен вот этот целенблок Стоит 40 долларов Остальное все по оригиналу доступно вместе с рычагами Рычаги поперечные обойдутся по цене от 40 до 140 долларов Рассмотрели Toyota RAV4 и теперь кажется, что действительно раньше было лучше Если попадется такая машина с подтвержденным пробегом и живым кузовом То это действительно хороший вариант У вас есть и будет компания «АвтоСтронг-М» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин